В течение Дня памяти и скорби памятные мероприятия проходили во всех муниципалитетах Тверской области. В этот же день Верхневолжье присоединилось к общероссийской акции «Минута молчания». Она началась в 12.15. Время выбрано не случайно. Ведь именно в этот момент, 22 июня 1941 года, вышло в эфир обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. На короткое время студенты Тверского колледжа с сервисой туризма отложили в сторону учебники, тетради и ручки. И почтили память жертв Великой Отечественной войны «Минуты молчания». Общероссийская акция «Минута молчания» — символ народной памяти и скорби о каждом погибшем и о жертвах войны. Вечно живое напоминание миру об агрессии против нашей страны и о неизгибаемой воле и мужестве народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру победу. Вот это единение всех наших граждан, наших студентов, педагогов, это единые минуты молчания, это как раз вот такой вот порыв, который просто неоценим. Конечно же, мы помним об этом каждый день, но в этот день мы как раз вспоминаем погибших, тех, которые победили сегодня с нами, в семьях я знаю, что сегодня тоже, у кого живы бабушки, дедушки, тоже вспоминают этот день. Поэтому эта акция, то, что она вот единая, это очень важно. Практически нет ни одной семьи, чьих родственников не коснулась бы война. Кто-то был замучен фашистами, кто-то погиб в сражениях, а кто-то от голода и холода. Своих прабабушек и прадедушек вспомнили и студенты колледжа. У меня в семье получается бабушкин дедушка, он получил орден Красной Звезды. Он воевал, дошел тоже до Берлина. В моей семье воевал прадедушка Капеленко Иван Андреевич, он прошел всю войну, дошел до Берлина, получил орден за отвагу, также получил орден второй степени в Великой Отечественной войне, был контужен, являлся стрелком, то есть он прошел всю войну. К акции «Минута молчания» мог присоединиться любой, кому дорога память о предках, отстоявших право на жизнь в годы Великой Отечественной войны.